Такие проекты не реализуются одним днем. С просьбой о собственном мемориале жители деревни Салманово обратились к своему депутату Вячеславу Кирееву достаточно давно. Несколько лет потребовалось на то, чтобы привести в порядок Салмановский пруд и берег под будущий мемориал, проработать проект, найти и привести для него многотонный камень нужного качества и цвета. В церемонии открытия принял участие глава Одинцовского района Андрей Иванов и главы поселений, военком, ветеранские организации и юнармия, казаки и представители Голицынского погранинститута. Для пограничников 22 июня особый день. Именно пограничные заставы первыми встали на пути вторжения и почти все их защитники погибли в самом начале войны. В наших городах, деревнях и селах будут появляться новые памятники, новые мемориалы, как символ того, что ничего мы не забыли и ничего не забудем впредь. Дорогие жители Салманова, я хочу поздравить вас с обретением такого прекрасного мемориала. Теперь погибшие в Великую Отечественную войну ваши земляки, имена этих земляков увековечены достойно. И теперь мы можем их увидеть, прочитать, и это могут сделать будущие поколения. Андрей Иванов поблагодарил Вячеслава Киреева и всех, кто помогал ему в реализации этого замечательного проекта. Четверо из десяти не вернувшихся с фронта жителей Салманова пропали без вести. Никто не знает, где их могилы. Впервые их имена выбиты именно здесь, на установленном в родной деревне Обелиске. У людей появилось место, куда можно прийти, почтить память своих близких. Сегодня любой человек, проходя мимо этого комплекса, каждый может остаться и каждому есть что вспомнить. Каждый может для себя от души подойти к этому комплексу, он для себя определит, какие мысли, чем направо всегда можно прийти. Круглый год возложить цветы и вспомнить о своих близких, о родственниках, о России, о воинах России. Центральная часть мемориала посвящена погибшим на поле боя. Левый камень – труженикам тыла и тем, кто вернулся домой живым. Именно на их долю выпало восстановление страны из руин. Правая часть прославляет всех воинов, когда-либо бравшихся за оружие во славу России. Название мемориала, живые камни памяти и скорби, как нельзя лучше выражают его смысл. Вот эта якорная цепь, которая скрепляет эти камни, олицетворяя историю России, с родной землей, вот эти якорные цепи, вот они сцепили всю эту землю с этими камнями. В истории много было случаев на глазах этих камней, когда камни разбрасывали, да, есть такой термин, разбрасывали камни. Мы попытались эти камни собрать, сделать из них память, мемориал. Открытие мемориала сопровождали участники молодежного театра «Крылья», подготовившие специальную программу из песен военных лет. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».